Нынешней весной в военную форму наденут более полутора тысяч новобранцев из Чувашии. Призывная кампания стартовала накануне, а сегодня военным комиссариатом Чувашии собрались председатели районных комиссий, главы муниципалитетов. На сборах наметили задачи на текущий год. Накануне весеннего призыва в генеральном штабе объявили о том, с какими новшествами столкнутся новобранцы этого года. Теперь военнослужащих будут обеспечивать и средствами личной гигиены. Прямо на сборных пунктах им будут выдавать специальные комплекты с бритвенными станками, пеной и мылом. Выдавать призывникам будут электронные карты, а вместо алюминиевых жетонов – жетоны с микрочипами. Сократился в этом году и перечень болезней, из-за которых молодые люди могут получить отсрочку. Теперь в армию пойдут ребята даже в самой тяжелой стадии плоскостопия и болезнями подкожной клетчатки. Хотя в районных отделах военного комиссариата отмечают, что здоровье призывников улучшается с каждым годом. В прошлом году годными к военной службе было признано более 4 тысяч человек. Всего же медицинское освидетельствование прошли 6 тысяч ребят. Мы видим, что это открываются и фоки, и оздоровительные учреждения у нас более начали качественно работать и подходить к этому мероприятию. Да, единственное, может быть, вопрос остается открытым направление ребят на дополнительное медицинское освидетельствование. Тут есть объективные причины. Может быть, врачи хотят себя обезопасить в период именно прохождения ребят на медицинской комиссии. Об особенностях весенней призывной кампании военный комиссар Чуваший сегодня рассказал журналистам. Подробное интервью Александра Бакрушина смотрите в программе «По существу» сразу после выпуска новостей. Продолжение следует...